здравствуйте подписчики моего канала за эти данное видео хотел показать значит свиноматки кормящие именно кормящие супоросные и для того чтоб нормальный поросятки вырастали приходится покупать бмвд для них бмвд есть бмвд именно для период лактации но у нас в нашем колхозе такого не нашлось а мы взяли даем там по 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 концентрации бмвд разные есть так вот даем бмвд 10 процентов получается от веса сухого корма бмвд но это я взял старт старт как-то бы более концентрированный еще есть вот такой вот более кормовой концентрат аминокислотные витаминные минеральные кормовой концентрат предвыщие прирост мог и дыши молока виддачу дуиного стаду ну как раз нашему дуиному стаду нормально тут есть для свиней для коров концентрация ну то есть норма свиньи поросятам можно давать его хрякам свиньям на выращивание на откорме телятам то тут его в общем мы используем для свиноматок кормящих в период лактации из расчета на 50-60 грамм на голову суточно ну соответственно из этого расчета даем вот этот наш концентрат плюс бмвд принципе можно было бы обойтись просто бмвд для лактации для периода лактации ну нету повторюсь нету наших в наших скажем так нашем колхозе тут ближайшем городе нету поэтому пользуемся то что есть под рукой при этом поросята поросята то илюх не надо поросята у нас он вы видите сами растут не подняла по часам уже скорости можно будет их на продажу выставлять свинки точно так же не подняла по часам худеют все еще ничего это вообще велосипед остался но при этом главное рост поросят короче я к чему веду процессе пока свиноматка носит поросят это ну как бы обычную дырть точнее комбикорм пшеница ячмень они едят этого вполне хватает но потом уже конечно лучше добавки сделать до корма более насытить и витаминами и процинами ну и соответственно и рост поросят вы видите эти вообще он слоняр торбец петренчик вот этот пятнистый явный представитель породы а вот у зайца какие-то в принципе все подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите коменты всего доброго